В Некрасовской детско-юношеской спортивной школе прошел открытый турнир по борьбе самбо на кубок главы района. В нем приняли участие более ста юных спортсменов из разных клубов области. За напряженной борьбой на коврах наблюдали судьи, тренеры, родители и наша съемочная группа. В отличие от прошлых лет, когда традиционный рождественский турнир в Некрасовском был посвящен дзюдо, в этом году тренерское сообщество предложило некрасовцам провести соревнования по самбо. У этих двух видов единоборств есть свои особенности – различия в правилах и разрешенных приемах. Например, в самбо разрешены болевые на ноги, а в дзюдо используется только рычаг локтя. Отличается и экипировка. Самбисты всегда выступают в обуви, а дзюдоисты – босиком. И если в первенствах под дзюдо некрасовские спортсмены стабильно были лидерами соревнований, то в самбо ребятам пришлось попотеть. Тут конкуренция оказалась более сильной. Одно соревнование такого уровня заменяет месяц тренировок. И если ребята не будут такие сильные схватки и бороться, они отстанут, быстро отстанут. Потому что конкуренция очень сильная. Ваш тренер, он из некрасовских местных, он первый начал таких маленьких бороть. И тогда они первые появились. Вот у вас Нефталиев парит, Артем у вас, Калантай. Это они тогда не только первые шаги делали. И тогда я им говорю, что это будут сильные борцы и в будущем, и все. Ну, что радует, что, вот видите, как бы небольшой город Некрасовский, а всегда в сборную области поставляет хороших борцов. И что приятно, появились еще другие ребята, которых я раньше не видел. Сегодня они призеры, победители. И самое главное, что, я думаю, наша Росовская область вообще сильными борцами перерастает. Очень приятно, что Некрасовский уровень сильный. Участники боролись по разным весовым категориям. Сражения шли одновременно на двух коврах. Помимо личного первенства, спортсмены набирали очки и для командного зачета. Вместе с тренерами за ребят болели и переживали их родители. Оля, а не страшно маме вообще на все это всегда? Да, я вообще первый раз сегодня на соревнованиях. Руки трясутся, я даже снимать не могла. Потом вот уже подуспокоились. Ну да, я думала, буду снимать с закрытыми глазами. Вот, ну ничего, ребенок смотрю, надо же его поддержать, я с собой не уточню. Ну, я считаю, что надо присутствовать, надо это видеть, непередаваемое вот это впечатление. Потому что мы не пропускаем вот это, когда мимо себя, мимо не видят. Когда мы снимем, по-моему, это важно, целое. Для поднятия настроения и боевого духа спортсменов в музыкальных паузах перед ними выступали ребята из студии спортивного танца Татьяны Калинниковой. Пятеро некрасовских борцов завоевали медали личного первенства. Михаил Журавлев в своем весе взял золото. В командном зачете некрасовская Дюза Шам на почетном третьем месте. По итогам соревнований я очень и очень доволен, потому что проиграть таким школам, как 17-я, это ведущая школа города Ярославля, таким школам, как Метеор, где Пол Рыбинск, наверное, тренируется и работает и там, и там, я думаю, где-то до 10 тренеров, ну, это нормально, что мы заняли третье место. А вообще к нам приезжали Гаврилов Ям, Ростов, Тутаев, вот мы были, Рыбинск был, вот Ярославль был. Все прошло без травм практически. Ну, кому-то нос разбили, кому-то там, может, немножко там упал сильно, сбили дыхание, но в целом все прошло без травм. Вот это самое главное, что дети не травмировались. Мальчишки выглядели у нас нормально, особенно, конечно, Мишка Журавлев занял первое место в своей весовой категории, но и другие тоже хорошо. В общем, я думаю, что мы на верном пути, есть у кого учиться, поучиться, это хорошо. Я думаю, что в следующем году мы будем обязательно, конечно, проводить. Ну, хотя бы на ступеньку, но мы поднимемся, я уверен в этом.